Всем привет, ребят, с вами Аурум, и сегодня я хотел бы познакомить вас с новым бравлером, которого зовут Сэм. Сэм — хроматический бравлер, который будет ждать вас в Бролпасе. Бывший фабричный рабочий Сэм Бронсон ненавидит всех роботов без исключения. Он отвечает на грубую силу в банде золотой руки, падок на добычу и всегда готов навалять роботом. Ребят, совсем скоро выйдет видос, где я перевёл и озвучил абсолютно все фразы Сэма. И тут выясняется, что у нас очень интересно. Выходит Сэм, такой вот взрослый дядька с усами, и также в этом Бролтоке презентован маленький мальчик Газ. Так вот, это либо батя и сын, либо сегодня я вам расскажу про Майкла Джексона. Атака. Сэм делает два мощных удара, которые наносят ещё больше урона, если он в перчатках. На максимальной прокачке каждый удар отнимет 1200 хп. Ульта. Сэм бросает перчатки, которые наносят урон всем, кого заденут, прежде чем упасть на землю. Следующий Супер Сэма возвращает перчатки, а также наносит урон. Наносимый урон 2100 на максимальном уровне прокачки. Очень толстый по здоровью. 7800 хп. Первая пассивка называется «С новыми силами». Получив железные перчатки обратно, Сэм мгновенно восстанавливает 30% здоровья. Вторая пассивка называется «Бесконтактная зарядка». Лежащие на земле перчатки Сэма заряжают его Супер, если рядом с ними находятся противники. Первый гаджет — магнитное поле. Сэм активирует лежащие на земле перчатки, и они притягивают к себе находящихся рядом противников. Второй гаджет — удар током. В следующий раз, когда Сэм бросит перчатки при приземлении, они выпустят электрический разряд, отбрасывающий противников. Ну а теперь в абсолютно новом формате предлагаю вам посмотреть, как Сэм справится со всеми бравлерами в игре Brawl Stars. Смысл тот же, формат немножечко изменен. Как всегда, балл Сэму или всем бравлерам мы будем выдавать за выживание. То есть, если после схватки ты выжил, то получаешь один балл. Если оба умерли, никто не получает ни одного балла. И первый бравлер у нас — Шелли. Ну, похоже всё, но у Шелли намного меньше хп. Плюс, конечно же, если бы Шелли улетенула, вы сами понимаете, что бы произошло. Дальше Нита. Нита тоже у нас отлетает. Для олдфагов, обращаю ваше внимание, что мы теперь не показываем каждого бравлера, а просто проставляем галочки, если наш новый бравлер справляется с этим бравлером. Вот здесь очень интересная схватка. Булл победил крайне два равных и очень похожих персонажа по характеристикам и вообще по механике игры. И Булл здесь оказался покруче, прикиньте. С броком справляется. Динамайк. Здесь бьём по очереди. Просто я хочу увидеть, когда взорвётся динамит. То есть, со всеми метальщиками будем делать, проделывать один и тот же фокус. Если со всеми остальными бравлерами мы просто тапаем на кнопочки, кстати, и за первого персонажа, и за второго играю я, то есть двух устройств, то на метальщиках я решил, что всё-таки будем давать взрываться бомбам. Метальщикам здесь 600 хп, остаётся очень близко. Эмс. Тут были большие вопросики, поэтому я решил тоже, в принципе, по очереди стрелять, но это Эмс никак не помогло. Стул. Такая же тема. Он крайне хиленький, мне кажется, вот так, если выставить его. Так, а теперь Эль Прима. У него куча хп, у него куча хп, и он побеждает. Довольно долгая перезарядка у нас, у Сэма, если вы заметили. И вот Барли тоже не смог, не смог. Но вы видели, да, буквально два или три бравлера смог. Два, да, то есть у нас счёт наверху. Два бравлера сумели победить Сэма, а так в ближней атаке он просто нагибает всех. Вот здесь очень интересно, потому что Роза побеждает Розу. Из ближников у нас, ну, просто, 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 просто вообще два бравлера. Представьте, только два бравлера. Берил, Берил. Смотрим, смотрим, сможет ли. И... Ух, 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 ух. Как у Сэма быстрее перезарядка, чем у Берила, но при этом она очень медленная. Что? Или, может, я несу какую-то чушь? По-моему, нет. Ну, просто очень странно, да, что Сэм успел сделать последнюю тыку, а Берил нет. Карла тоже уничтожаем. Пока вот, пока, пока никто не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Джеки! Да! Джеки сумела. Все-таки можно сделать такой вывод, что Сэм у нас не самый крутой ближник. Но при этом всех остальных на ближний атак... Ой-ой-ой, Пэм вынесла! Пэм! Очень любопытное противостояние. Фрэнк против Сэма. У Фрэнка очень много ХП и... И что вы думаете? У-ху-ху-ху! И это ему помогает. 900 ХП остается у Фрэнка. И... Мы видим, что Джеки, Пэм и Фрэнка именно с этой... Сколько здесь? Три? Шесть? Семь? С этой четырнадцатки, можно так сказать, справляются. Ну а дальше Нани. Нет никаких шансов, само собой. Кто же еще? М-м-м! Эдгар! Получится ли у Эдгара? Если честно, я бы был готов денег поставить, что Эдгар победит, но нет. Гриф! Гриф смог! Гриф смог! Вау! Это неожиданно. Очень неожиданно, что Гриф победил и осилил Сэма. Гром здесь по очереди, но Грому не помогает, ребят. Хочу еще раз напомнить, что в целом на полях сражения все будет абсолютно иначе. Ой-ой-ой, какой классный скин. Вот скажите, у Мортиса клевый скин? Пацанчики. Тара! 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 Минус! Кстати, по Мортису обратите ваше внимание, что не стоит лезть на Мортисе в принципе никаким ближником. Макс! 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 Минус! Сразу даже половины ХП не сносит. Мистер Пи! Ну, в целом, кстати, если стрелять по очереди, возможно, были бы даже шансы. А вот Спраут действительно стреляет по очереди. Но две плюхи — это просто сумасшествие, да? Каждая плюха по 1200. То есть... Ну... Это будет 2400 за раз. То есть три удара, три вот шкалы удара отнимают сколько? 2400 умножаем. 7, что ли, 200 получается? Вау! Просто вау! Поэтому Спайк не справился. Любопытство ради, я даже в одном из экспериментов ставил Спайка прям внутрь Сэма, но все равно у него не получалось. Слишком много у него ХП. Вот действительно такой классный толстый ближник. Кто не любит була, вот Сэм тебе, пожалуйста, отличный булозаменитель. Еще и с интересной ультой. Амбер! Амбер тоже минус. Вот Слег пока что никто не справился. Мэг в данном случае я выставил обычную, потому что очень много в комментариях вы мне писали, что почему ты делаешь какие-то особенности Мэг. Потому что раньше я делал робота, то есть набивал на Мэг ульту и таким образом сражался с другими браузерами. Потому что Мэг в соло, вот без своего робота, она практически ни с кем не справляется. Но в этот раз уже решил. Ладно, на общих основаниях, как скажете. Ребят, Лу тоже никто. Да, вот а с хромиков, есть вопросик по хромикам? С хромиков кто-то справится? Пока что-то вообще все очень тухленько. Ну тут, сами понимаете, тут уже вряд ли без метки Белли не работает. Баз, вот, вот есть большие шансы у база, да? Ну, мне казалось, что были. Почему-то нет. Ого, вот эш. Ребзы, эш, эш, эш. И, ах, буквально, сколько там одной-двух плюх не хватило. Счет 6 против 48, ребят. Против 48. Опа, а вот тут, а вот тут будет интересно. И не смог Фэнк отыграться просто за всю свою движуху. Ева, без шансов, 50. Счет 6, 50. Я просто шокирован. Джанет, и Джанет туда же. Отис, брат, пожалуйста, ну давай. Нет, ребятки, итоговый счет 52-6. Ну а теперь кто у нас сильнее, кто у нас сильнее? Скинчик или оригинал? Эм, сами понимаете, это ничья. Кстати, первая ничья за все время. И вот можете взглянуть на подробную статистику. То есть у нас осилил Булл, Эль Примо, Джеки, Пэм, Фрэнк и Гриф. Все остальные не смогли. Еще раз и еще раз подчеркиваю, что эта Олимпиада создана лишь в ознакомительных целях, дабы продемонстрировать некие характеристики нашего нового бравлера. На полях сражения все будет иначе, потому что каждый бравлер по-своему крутой. Особенно если ты нормально играешь на Мортисе. Если хочешь услышать озвучку Сэма, что же он говорит, то прямо сейчас прожимай лайк и жди этот видос. Совсем-совсем скоро он выйдет. Ну а также у нас новый персонаж Газ, поэтому не пропусти следующего снэкпика. Проверь введенный Кудаурум в магазине. Всех обнял. Пока, ребят.